Приветствую вас и свой ответ я хотел бы разбить на несколько частей. Первая часть будет посвящена тому, почему молодой человек может так себя вести. Вторая часть будет посвящена тому, как ваши отношения выстраиваются в паре между вами. И третья часть будет посвящена лично вам уже. Итак, многие мужчины не позволят представлять свою женщину, девушку и так далее, как именно пару, по той простой причине, что это накладывает определенную ответственность на них, на мужчин, чего им не желательно, чего им не хочется, и вследствие этого, из-за этого они этого не делают, избегают, предпочитают просто называть по имени и все. Хотя, в принципе, все всем и так понятно. Молодой человек опасается того, как к нему будут относиться после этого, после того, как он объявит вас с моей девочкой. Может быть, опасается разговоров, может быть, опасается встречи, может быть, просто не хочет посвящать своих родных и друзей в свою личную жизнь, это его право. Вы сказали о том, что ему достаточно нескольких встреч в неделю, и здесь я вынуден спросить вас о том, сколько в месяц времени вы заходите, сколько вы встречаетесь и так далее. Это очень важно для ответа на ваш вопрос. Если пару месяцев, то это, в принципе, нормальное поведение. Если, скажем, год, например, или больше года, например, то это, конечно, уже весьма-весьма плохо, подобрительно и неправильно. Вот. Здесь в нескольких раз встреча ему может быть достаточно, потому что молодой человек, опять же, не хочет быть чрезмерно зависимым от вас. Так, по крайней мере, мне это видится, когда мы говорим с вами именно о его поведении. Либо он, ваш молодой человек, опять-таки, вам предоставил определенное место в своей жизни. Вот он сказал, ты будешь занимать в моей жизни, там, вот, скажем, такое вот место. И все. И дальше, больше, чем это место, ты, ну, как бы, занимать не должна. Это его право. Это не очень хорошо, но это его право. Как бы неприятно это не было, но это его право. И говорить о том, что он не прав, здесь не имеет никакого смысла. Хотя бы потому, что человек сам по своей природе таков, что он вряд ли изменит свое решение, если вы будете на него давить. Другое дело, что, если вам неприятно это, другое дело, что, если вы считаете, что так мужчина вести себя со своей женщиной не должен, это уже другой момент. Это уже момент вашей точки зрения. Это уже момент вашего мнения. И с ним парень, по моему мнению, должен считаться, если он, конечно, на амитралье. И возникает здесь следующий вопрос. Обсуждали ли вы с ним ту проблему, которая у вас возникла? Говорили ли вы ему о том, что вам неприятно, что вы чувствуете себя некомфортно, что вы, например, нервничаете и так далее? Если говорили, то как он реагировал на это, как отвечал, как объяснял свое поведение и так далее? Вы об этом ни о чем не говорите. А надо бы, потому что это очень важно. И, отвечая на ваш вопрос о том, имеют ли под собой почву ваши основания, я скажу, что имею, только в том случае, если у мужчины нет четкого, удовлетворяющего вас, объективно, объяснения тому, что он делает. И вы сейчас не раздеваете из мухи сана, то есть есть какие-то объективные факторы, вы руководствуете своими желаниями, своей гипермотивации, например, быть с этим мужчиной именно в паре, именно официально, призываете по поводу того, что не можете реализовать это свое желание. Если вот таких обстоятельств нет, то можно говорить тогда «да». о том, что Польша ваше опасимое имя. Если же ситуация такова, что вы просто делаете из мухи сана и развиваете проблемы на постановке, то я дайвусь, что в этом случае нельзя говорить о том, что ваши опасения обоснованы. Более того, проблема здесь не в отношениях с молодым человеком, а именно в вас. Далее. Вы говорите, что он заботится, устраивает праздничные вечера, исполняет мои желания, но два раза, когда знакомый у меня со своими друзьями. Начинает вопрос у меня к вам. Вот вы говорите о том, что он для вас делает. Ну, в принципе, это довольно много и прилично, то, что он для вас делает. Надеюсь, вы со мной согласны в этом. Давайте, пожалуйста, подумаем вот о чем. А что вы делаете для него? Вот именно вы для него что делаете? Вы сам. Вы чрезвычай понимаете, что для того, чтобы человек захотел сделать вас, например, официально своей девушкой, нужно, чтобы вы были для него именно той, кем бы он хотел вас сделать и нужно быть именно той, кого бы он хотел видеть рядом с собой. Вот у меня к вам вопрос. Это то, вы тоже делаете что-то для этих отношений или нет? Вопрос, который я хочу вам задать. На мой взгляд, он является очень важным, потому что, если вы делаете по мнению вашего мужчины недостаточно, если вы делаете по мнению вашего молодого человека недостаточно для того, чтобы сделать вас своей женщиной, то в таком случае я полагаю, что нет ничего удивительного в том, что он вас до сих пор не делает своей официальной девушке. Далее, по поводу вас, по поводу вас самой, то есть я имею в виду по поводу того, как вы сами себя в этих отношениях позиционируете. очень важный на мой взгляд вопрос. То есть насколько вы нуждаетесь в этих отношениях, насколько вы нуждаетесь в нем, насколько он вам нужен, насколько вы самостоятельно в этих отношениях, и что по вашему мнению например произойдет, если он допустим не хочет с вами более близких к отношениям. Что по вашему мнению произойдет в этом случае? Боитесь ли вы чего-то в отношениях? Это вот тоже на мой взгляд очень важный момент, потому что именно он этот момент определяет то, как вы позиционируете себя в отношениях. И если вы в учении, я имею ввиду, через всю младаетесь, то нет ничего удивительного в том, что он не торопится сделать вас своей девушкой официально. То есть вам нужно подумать над своей моделью поведения, вам нужно подумать над тем, как вы позиционируете себя в отношениях. Вот. И собственно исходя из этого уже можно будет говорить о том, что вам делать дальше. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку Будера Помощ если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.